Как отметили посетители, они очень устали с утра до вечера ждать свои электронные очереди для получения различных документов. И подобную картину можно наблюдать и в других центрах обслуживания населения Бишкека. Клиенты учреждения пришли обменять паспорта, идентификационные номера, получить справки с места жительства. Самый настоящий бардак творится перед тем, как подойти к специалисту во время ожидания электронной очереди. Несмотря на то, что все документы можно получить по электронному запросу, специалисты требуют привезти справки из других госучреждений. «Люди уже на Марсе хотят построить город, а я не могу получить справку. Меня из соцфонда направили сюда, а здесь я долгое время простояла и не могу получить нужную информацию». Например, эти люди пришли обменять паспорт сына. Между тем их отправили в военный комиссариат. Там, в свою очередь, ответили, что он не пригоден для военной службы, поэтому не могут выдать справку. В результате, из-за отсутствия современной связи между государственными органами, гражданин оказался в затруднительном положении. «Наши вопросы мы попробовали адресовать ответственному руководителю Департамента регистрации населения. По ее словам, длинные очереди создались из-за того, что Минобразование приступило к регистрации набора первоклассников. По этой причине увеличилось количество клиентов в центрах обслуживания населения». «Чтобы сократить очереди, разработана система Тундук. Благодаря ей можно получить много государственных услуг. Мы это доводим до людей, чтобы они не приходили к нам, а получали справки онлайн через мобильный телефон или компьютер».